Новая мода обвинять журналистов в терроризме. Вчера военкоры подробностей Геннадия Вивденко, Руслан Смещук, Роман Бачкала, а также оператор Сергей Дубинин были объявлены в розыск боевиками так называемой ЛНР за содействие террористической деятельности на территориях подконтрольных боевикам. И сегодня в терроризме обвинили еще одного нашего корреспондента в Николаеве, но уже не боевики, а охрана губернатора Алексея Савченко. Что же произошло во время сессии областного совета? Все подробности в сюжете. Конфликт разгорелся прямо в сессионном зале, где проходила сессия облсовета. Человек из сопровождения губернатора схватил нашего журналиста Кирилла Ющишина за руку и грубо оттащил в сторону, чтобы освободить проход для главы администрации. После этого наш СОПКОР вышел в холл, а через несколько минут появился и нападавший. Вырвал из рук журналиста телефон и спрятал в карман. Мужчину остановили патрульные, находившиеся рядом. Но тот вдруг стал обвинять нашего СОПКОРа в совершении некоего теракта. Все это на глазах десятка свидетелей. Пожалуйста, примите заявление. Этот человек незаконно про них здание администрации. Он подозревается в совершении террористического акта. Поэтому я вас очень попрошу, задержите. У меня есть свидетели. Еще три человека, которые говорят о том, что он провокатор, и он пронес с собой взрывчатые вещества. Обследовать, да. Он проедет, я напишу заявление, и у меня есть три свидетеля. Как выяснилось, нападавший это Дмитрий Мусоелян. Он постоянно сопровождает Николаевского губернатора. Но официально в охране Савченко не числится. Вот как отреагировал на произошедшее сам глава области. Седовласый человек в кожаной куртке. Другой человек? У меня такого человека? Нет. Вы хотите, чтобы я рассказал, как это было? Я рассказываю. Седовласый человек в кожаной куртке. Нет, ты сначала обвинил меня в том, что это мой какой-то там человек. Я тебе говорю, у меня такого человека нет. Когда страсти улеглись, Савченко лично извинился за инцидент и заставил извиниться нападавшего. Вы должны извините. Еще раз наголошу при журналисте, что эта людина не имеет до меня отношения и не нужно делать из этого заявок. Будь ласка, извините. Конфликт должен быть вычерпан. Как журналисту приношу свои извинения. Никакого отношения к власти я не имею. Несмотря на утверждение Савченко, Мусаэлян практически всегда рядом с губернатором на официальных мероприятиях. Вот фотографии. Наши источники в обл. администрации подтвердили. Мусаэлян не просто телохранитель, а внештатный советник губернатора по вопросам взаимодействия с добровольцами АТО. На инцидент уже отреагировали в Национальном союзе журналистов Украины. Глава союза Сергей Томиленко резко осудил произошедшее и призвал губернатора, цитирую, выгнать нападавшего. Также отреагировали в Министерстве информполитики. Кирилл Ющишин написал заявление в полицию о том, что неофициальный советник тире. Охранник губернатора нарушил как минимум две статьи Уголовного кодекса. Во-первых, напал на журналиста. Во-вторых, дал ложную информацию полицейским и буквально обвинил его в терроризме. Следователи приняли заявление. Буквально за полчаса до эфира пресс-секретарь городской полиции по телефону сообщила. Заявление принято, проводится проверка. Мы отправили запрос и в центральный офис нас полиции. И получили письменный ответ. Ваше письмо в работе. Олег Решетняк, Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер Николаев.